Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным сложным местам Священного Писания. И одним из таких сложных мест Священного Писания является 13 глава, послание к римлянам, первый стих. И отталкиваясь от этого текста, мы зададимся вопросом, «Всякая ли власть от Бога?» Давайте прочитаем сам этот стих. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующей же власти от Бога установлены». И в первом послании апостола Петра, 2 глава с 13 по 14 стих, мы находим такие слова. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым». И вот здесь надо вспомнить, что когда Петр писал эти слова, и когда апостол Павел писал эти слова, кстати, Петр также говорит, «Бога бойся, царя чти». А кто тогда был царем? Или цезарем? Цезарем тогда был зверь из бездны, император Нерон. Зверем из бездны, выходящим из моря, то есть из мира политики, называет его Иоанн Богослов в своем апокалипсисе. Таким образом, Нерон был предтечей антихриста, являя лютость антихриста. Но в то же время Павел говорит, что существующие же власти от Бога установлены, а апостол Петр настаивает на том, что надо быть покорными всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, то есть цезарю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым. И немножко трудно понять, а если власть оказывается глубоко враждебна по отношению к христианству, как и случилось в случае с Нероном. Известный православный библеист господин Десницкий пишет, Но тут речь идет не о власти как структуре или принципе. Это скорее передавалось бы другим словом греческим. А по сути речь идет о полномочии что-то совершать, и оно не то, чтобы исходит от Бога, оно по сути Богом дано, предлог греческий, эшгеп, с родительным падежом, указывает на имя деятеля при пассивной конструкции. Перед нами не столько апология власти как таковой, сколько богословское утверждение. Если кому-то даны некие полномочия и возможности, то они даны Богом, и ответственность человек несет прежде всего перед ним. Возможно, в свете сказанного выше, «Павел имеет в виду, что земные власти, пусть даже неосознанно, служат орудиями в руках Бога». Это очень существенное замечание библиста господина Десницкого с учетом особенностей греческого текста. А теперь мы прочитаем высказывание святителя Иоанна Златоуста. Это, по-своему, пространный такой отрывок, но он очень интересный. Святитель Иоанн Златоуст пишет, «Апостол много рассуждает об этом предмете и в других посланиях, когда говорит о покорности слуг господам и подначальных начальникам. А это он делает с целью показать, что Христос ввел свои законы не для неиспровержения общего гражданского устройства, но для лучшего его исправления. И вместе хочет научить, чтобы мы не предпринимали лишних и бесполезных войн и восстаний. С нас достаточно тех кузней, какие строятся против нас за истину, а лишних и бесполезных испытаний присоединять не следует. Заметь же, как благовременно завел апостол речь об этом предмете. После того, как предложил слушателям различные требования любомудрия, расположил их жить в мире с друзьями и врагами, научил быть полезными для счастливых, для несчастных, для нуждающихся, и кратко сказать для всех. После того, как насадил житие, приличное ангелам, истощив гнев, смирил высокомерие и совершенно умягчил их сердца, после всего этого предлагает наставление о повиновении властям. В самом деле, если обижающим должно воздавать противоположным, то тем более надлежит повиноваться делающим добро. Но это побуждение апостол отлагает к концу своего увещевания, а пока не представляет таких доказательств, о которых я упомянул, и призывает нас делать это по сознанию долга. И желая внушить, что это всем повелевается, не одним только мирянам, но и священникам, и монахам, он объявляет об этом вначале, говоря так, «Всякая душа властям, придержащим, да повинуется». Хотя бы ты был апостол или евангелист, хотя бы ты был пророк и кто-либо другой, но подчинение власти не подрывает благочестие. И апостол не просто сказал, «Да будет послушно», но «Да повинуется всякая душа». Первое основание такого законоположения, удовлетворяющее и правильным рассудочным доводом, состоит в том, что власти учреждены от Бога. «Несть бо власть, аше не от Бога», говорит апостол. Как это? Неужели всякий начальник поставлен от Бога? Продолжает свое рассуждение святитель Иоанн Златоуст. «Не то, говорю я», отвечает апостол, что всякий начальник поставлен от Бога. «У меня теперь идет речь не о каждом начальнике в отдельности, но о самой власти». Вот то, на что обратил внимание библеиста господин Десницкий, речь идет не о персонах, а о принципе власти. И вот Златоуст продолжает рассуждение, как бы говорят лица Павла. «У меня теперь идет речь не о каждом начальнике в отдельности, но о самой власти». Существование властей, причем одни начальствуют, а другие подчиняются, и то обстоятельство, что все происходит не случайно и произвольно, так, чтобы народы носились туда и сюда, подобно волнам, все это я называю делом Божьим, премудрости. «Потому апостол и не сказал, что нет начальника, который не был бы поставлен от Бога, но рассуждает вообще о существе власти». Конец стат. То есть по Златоусту получается, что речь идет не о том, что вот конкретные персоны, поставленные от Бога. Нет. Принцип власти проистекает от Бога. А кто-то может прийти к власти путем махинации во время предвыборной кампании, кто-то путем насильственного переворота и так далее. Или кто-то просто может оккупировать чужую страну и объявить себя властью. Когда мы говорим о земной власти, надо понимать, что присутствует временный характер любой светской власти, какой бы она ни была. «Все империи рано или поздно прекращают свое существование. Сходят с арены целые народы. Например, живут там на Балканах люди, называются греками. Мы же понимаем, это не те греки. Вспомните, как Гомер описывает греков. Это светловолосые люди. Одиссей вообще был рыжий, если внимательно читать Гомера. А сейчас там смешанная этническая группа, в основном чернявые. Это влияние тюркских кровей. Вы знаете, почему. Итак, любая земная власть временна. И в первом послании к Оринфинам, 15 глава, 24-25 стих, сказано, что он, Христос, передаст царство Богу и Отцу, упразднив всякое начальство и власть и силу. Упразднив. Ему, то есть Христу, предстоит царствовать, доколе не повергнет врагов к ногам своим. Это очень конкретный текст, который говорится, что рано или поздно принцип власти теократическим образом будет сосредоточен только на Боге. и любые формы человеческого правления, как несовершенные, они прекратятся. И мы, кстати, христиане, об этом молимся всякий раз, когда читаем молитву Отче наш. Там есть слова «Да приид царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». И как часто я задаю вопрос «А яко на небеси?» А там все ангелы покорились Богу, мятежные ангелы, сброшенные в пространство между небом и землею. Это те, которые стали бесами. Там абсолютная теократия. И когда мы просим, чтобы этот принцип осуществился бы и на земле, как на небе, яко на небеси и на земли, осознаем мы это или нет, мы просим о том, чтобы любая форма правления человеческого рано или поздно прекратилась бы. А пока мы молимся за властей, за правителей. И если они окажутся достойными, то наши молитвы, наши благословения принесут им радость и утеху. Если окажутся недостойными, то наши молитвы и благословения лягут горящими углями на их головы. Такой образ предлагает Священное Писание. Кстати, единственная, вот существенная мотивация подчиняться властям, но очевидно, что это не страх наказания, на чем настаивает апостол Павел, а для христианина тем более. Единственная, существенная мотивация подчиняться светской власти — это выстраивать с ними такие же отношения, какие мы выстраиваем с соседями по квартире, с соседями по подъезду и так далее. То есть отношения в любви. Смотрите, как об этом пишет Иаков, брат Господень, 2 глава, 8-9 стих, послание Иакова. «Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего как себя самого, хорошо делайте». Вот чем мы руководствуемся. Но если поступаете с лицеприятием, там, боитесь и власть, заискиваете перед властью, прикормлены этой властью, то грех делаете и перед законом оказываетесь преступниками. То есть наше отношение с властями — это так же, как отношения с соседями по коммуналке, там, по квартире, по подъезду, по дому. Но это достаточно существенная мотивация проявить уважение, как апостол Павел пишет, кому честь — честь, кому оброк — оброк. Итак, братья и сестры, мы сегодня рассмотрели еще одно из сложных мест Священного Писания. И в следующий раз, если мы будем живы, и Господь позволит, мы рассмотрим такой вопрос, признавал ли апостол Павел каноническую территорию другого первоверховного апостола, апостола Петра. Согласитесь, интересный вопрос, особенно в наше время, когда вопрос о канонических территориях достаточно широко обсуждается на уровне целых поместных церквей, патриархатов. Подписывайтесь на бимлейский портал «Экзегет», чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. «Экзегет»